Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Доброе, 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 дорогие друзья. Это «Что по искусству» с вами блогер-просветитель и просто классный парень Артур Чех. Сегодня в это на самом деле мерзкое, дождливое, противное, как мне лично кажется, утро я решил поговорить о чем-то прекрасном, легком, нежном и замечательном. А именно я решил сегодня с вами поговорить о любви. О том, что же это за штука такая, кто ею руководит. И для этого я выбрал, конечно, самую любимую нами эпоху, эпоху Возрождения. И за основу я взял Тициана. Наверняка вы знаете этого потрясающего художника. Он известен многими шедеврами. Но тот шедевр, который точно будет узнан всеми, который точно есть в голове у каждого и может даже как-то визуализироваться, это «Любовь земная и любовь небесная». Сложное произведение, написанное в 1515 году, ныне находящееся в галерее Баргезе, о которой есть несколько интереснейших, таких пикантных историй. И почему я выбрал именно эту работу? Да потому что эта работа, по крайней мере, по мнению одного из моих любимейших искусствоведов Эрнста Гомбриха, да, она выражает ту сложную философию, которая стоит за понятием любви, которая разрабатывалась, ну, очень активно. Это наша замечательная эпоха Возрождения. Вообще, я сейчас глубоко занимаюсь вот искусством высокого средневековья и эпохи Возрождения, потому что все-таки пора по-новому вот донести, наконец-то, ту свежую переоценку наследия, которая находится в рамках вот этих замечательных двух эпох, да, и раскрыть глаза на то, что эпоха Возрождения на самом-то деле не такая уж и самая великая, да, а это не то время, которое полностью перевернуло нашу культуру, как многие считают, да. Все, что есть в эпохе Возрождения, уже давным-давно зародилось в эпоху высокого средневековья, даже глубже, чем в эпоху высокого средневековья. И Возрождение, на самом-то деле, это первая эпоха, которая просто смогла, наконец-то, трезво и открыто оценить весь тот опыт, который существует у человечества, да, вот пройти все вот эти этапы и, ну, как бы, соединить их между собой, найти какой-то общий знаменатель. Эпоха Возрождения не столько возрождает античное, там, допустим, наследие, как мы привыкли думать, да, отсюда и название Возрождения, сколько обновляет, сколько пересматривает, переоценивает, соединяет, например, с тем, что было в эпоху средневековья, а именно с христианскими догматами. И таким вот замечательным образом они вот это все смешивая перевоплощают для того, чтобы запустить вперед новую культуру, но как таковой новой культуры они еще, по большому счету, не произвели. И вот в виде нелюбви, в частности, это очень ярко-ярко выражается. Сейчас, что такое любовь вообще, что это за чувство, божественный дар, что это, может, это какая-то страсть или, не знаю, там, стремление к чему-то прекрасному. То есть, что это такое? Люди, ну, долгое время размышляли над природой любви, как к ней нужно относиться, куда она направляет человека и так далее. И на эту тему написан один замечательный диалог. Когда я говорю слово диалог, наверное, вы понимаете, что у нас речь пойдет о прекрасном Платоне, о древнегреческом философе, который воссоздавал вот такой вот интересной творческой форме выражение различных точек зрения, знания, да, который использовал как главного героя своего повествования Сократа, этого мистического, тоже потрясающего, противного, мерзкого, такого тролля эпохи Древней Греции. И у него есть диалог пир, который, по сути, состоит из того, что куча умных дядек приходят на тусовку, садятся, едят, потом они такие, все, поели, давайте немножко выпьем, ну, давайте не будем напиваться, а будем говорить о любви, да, давайте петь гимны чему-то прекрасному. То есть, это отражение того симпозиа. Мы с вами говорили о древнегреческом симпозие, вот этой вот встрече интеллектуалов, политических деятелей, вообще самых сливок древнегреческого общества, где за бокальчиком вина происходит размышление о высоких материях, и заодно параллельно решаются какие-то важные, в том числе, государственные вопросы. На эту тему у нас была запись месяца два, наверное, назад. Вот, происходит вот такой типичный древнегреческий симпози, и все там наливают себе винишко, и по очереди персонажи, которых там шесть штук, они как бы по очереди начинают рассказывать о том, как они видят любовь, что такое любовь, кто такой эрот, кто такой бог любви, да, потому что там даже не упоминается Венера, хотя Венера тоже там есть, но они именно воспевают хвалу эроту, бога, который заправляет под самим этим самым чувством, который направляет это чувство, которое его активирует. И там, на самом-то деле, активно вот разворачивается эта древнегреческая программа любви, которую очень восприняли и очень полюбили люди эпохи Возрождения. В частности, самый значимый вот такой мыслитель Марселия Фичина, да, мы говорили о нем, когда вспоминали Микеланджело, микеланджеловские работы, и как вообще, в принципе, Микеланджело это видел, и как бы то, что вообще называется неоплатонизм. Вот Марселия Фичина в эпоху Возрождения написал к этому диалогу Платона такой обширный, масштабный комментарий, который, к сожалению, не смог вылиться во что-то более серьезное, да, вот эта тема развития любви, она больше разрабатывалась вот так вот локально, в каких-то отдельных, небольших, очень часто символических, в том числе произведениях живописного искусства. И это вот такой основной источник информации, который станет для нас сегодня, и мы должны поговорить о том, как вообще, в принципе, неоплатоническая философия, да, вот философия эпохи Возрождения видела любовь, да, что это такое, как она работает и зачем она вообще нужна. Когда мы говорили с вами про Микеланджело, это было недели, по-моему, 3-4 назад, мы с вами упоминали то, что мир есть очень сложная структура, да, где все подразделяется на определенные уровни, над всеми этими уровнями существует непознаваемое, единое, потрясающее явление под названием Бог, сущие и все такое. Под этим Богом там стоит космическая душа, космический разум, несколько небесных сфер, которые спускаются, собственно, до нашей с вами земной реальности, да, и наша душа тоже делится на две части. У нас есть высокая душа, которая состоит из ума и разума, и есть низкая душа, которая состоит из воображения и базовых физиологических потребностей. И вот это вот многоуровневое, как бы, существование, да, оно выливается в то, что человек обязан жить, устремившись куда-то туда, на небеса, потому что мы произошли от этого единого, мы являемся, как бы, отсылкой к этому единому, мы являемся его воплощением, хотя не являемся им самим, потому что часть не является целым, однако часть указывает на целое. Ну, вот эта вся сложная такая вот прям тяжелая, да, многоуровневая философия, в нее также включено и понятие любви, потому что, вот окей, да, ну, нам нужно жить, нам нужно работать, да, нам нужно вести жизнь несозерцательную и жизнедеятельную, нам нужно в себе воплощать, то есть развивать свою душу, воплощать вот это стремление к небесам, и что за двигатель, да, может стоять за вот этим вот стремлением к небесам? Что вообще двигает наша потребность быть там, избавиться от нашей физической тюрьмы, и то, что вот нам оставила в наследие христианская культура? И Марсильо Фичино в данном случае упоминает, что есть такая штука – любовь. Ребята, любовь – это и есть та самая движущая сила, которая побуждает нас стремиться к Богу, да, и которая, в принципе, побуждает самого Бога, да, какое-то вот это сущее, создавать красоту, как бы создавать истину, выстраивать все эти потрясающие сложные законы. И если мы не будем, как бы, жить без этой любви, да, без вот этого понимания, то не будет в нашем мире никакого движения, любовь есть бесконечное, такое спиритическое движение от Бога к миру и от мира к Богу и так далее, и так далее. И для того, чтобы нам, как бы, пользоваться этим термином «любовь», нам нужно понимать, какая вообще любовь бывает. Вообще в эпоху Возрождения, как бы, это долгий накопленный опыт еще со времен античности, вывели целых четыре вида любви. Основных было два, потом основных стало три. Три, вообще число три – это важная история, да, как бы, которая в том числе отражается в христианстве. Мы знаем, что есть три воплощения Господа Бога нашего прекрасного, то есть Отец, Сын и Святой Дух, да, и вот эта вот идея тройственности, троичности, называйте, как хотите, да, она переходит во многие-многие сферы человеческого существования, и любовь не остается свободной от вот этого вот тройного разделения. Но перед тем, как мы затронем тройственность любви, нам нужно поговорить о двух основных видах любви, под которые, в принципе, еще два дополнительных подходят. Вы наверняка слышали, что, как бы, есть два типа Венеры. Венера – это кто? Богиня любви, да? Богиня любви, которая несет любовь, воплощает любовь, дарит любовь, она порождает некий механизм, который эту любовь распространяет по миру, у нее есть, как бы, такой потомок, у нее есть сын, да, которого зовут Купидон, который точно так же может быть связан с иротом, ну, там вообще, на самом-то деле, когда читаешь Фичина, это прям очень-очень сложная структура, которая прям не поддается вот так вот уразумению с одного короткого знакомства, да, нужно постоянно обращаться к оригиналам, к тем источникам его вдохновения и так далее. Поэтому я постараюсь очень так простенько раскидать это все и объяснить на примере картин, двух картин Тициана. И надеюсь, что у меня это все получится. Может быть, вы когда-нибудь слышали про такого потрясающего скульптора, которого зовут Прокситель. Это древнегреческий скульптор позднеклассического периода, да, который полностью вообще перевернул понимание древнегреческой скульптуры, да, увел его от этого перекачанного идеализма, стал вкладывать в эти, в свои замечательные, в человекоподобные фигуры какую-то лирику, да, сентиментальность, душу, вот его все статуи, и они такие немножко как будто бы расслабленные, да, там облокачивающиеся на что-то, такие вот романтические о чем-то размышляющие, в отличие от статуи там высокой классики, где, или там ранней классики, где у мира на вот этот вот дискобол такой стоит, сухой, спортивный, крепкий, мощный, ни о чем не думающий, да, такой с таким стеклянным лицом, да, воплощение вот этой идеи красоты человеческого тела, его подвижности, вот этой идеальной роли в рамках демократического общества и бла-бла-бла. Прокситель от этого ушел, его тела стали менее накачаны, они стали поаккуратнее, да, мы стали чувствовать в этом какую-то эмоцию, мы стали понимать, о чем вообще идет речь, да, ну, за этим стоит, конечно, сложный кризис древнегреческого мира, но вот Прокситель нам нужен, потому что Прокситель создал две статуи, да, он создал статую, так сказать, Венера Кницкая и Венера Арльская, то есть, ну, мы не имеем оригинала, конечно же, очень много древнегреческой скульптуры утеряно, да, мы их знаем по римским копиям, и, конечно, мы можем всегда поставить под сомнение, что то, что придумал Прокситель, то, что ему приписывалось, да, на самом деле Проксителем было не сделано, ну, не Проксителем было сделано, а, может быть, его последователями, учениками или римлянами, которые решили, как бы, давайте мы его спарадерим, что мы Проксителя скосим, да, и скажем, что это сам Прокситель, и что вот просто денег заработать. Куча-куча всяких разных факторов может за этим стоять. Ну, вот у Проксителя есть две таких вот Венеры, как бы одна Венера, это такая женщина, которая прикрывает свою грудь, у нее есть покрывало, которым она прикрывает наготу своей нижней половины туловища, да, и это так называемая Венера стыдливая. А есть Венера, которая стоит тоже обнаженная, но ее руки распахнут, и вот так вот стоят широко встречая всю Землю, да, как бы показывая свою красоту, хотя внизу она тоже немножечко прикрыта. И это такая вот вторая Венера. И вот эта двойственность Венеры, двойственность существования любви, да, Венера, которая, казалось бы, стыдлива, она прячется. Мы сейчас поговорим, зачем она это делает, потому что любовь – это чистое явление, да, если там есть стыд, то, скорее всего, за стыдом всегда присутствует какая-то греховная история, да. А в Древней Греции понятия греха не было. Ну, то есть это такой тоже очень странный момент. Нужно разбираться, почему же она такая вот прикрывающаяся. И вот Венера такая, как бы, несколько более бесшабашная, открытая, готовая дарить себя всем желающим, да, и готова вот так вот всех желающих вводить в свои прекрасы, в свои глубины, в свои красоты, да, в том числе с отрицательной точки зрения. И вот, значит, у нас есть две любви, придуманные еще, воплощенные еще Проксителем, звучащие еще в пире Платона. И что же это за две такие любви? Есть Венера, так сказать, Венус Целестис или Афродита Урани. Это есть любовь высшая, любовь платоническая. Сегодня мы знаем вот такое выражение, когда любовь становится проявлением какой-то красоты не столько физической, сколько высокодуховной, да, и это та любовь, которая ведет нас к этим духовным материям, которая ведет нас к просветлению, которая, по сути, больше познается нашим духом, нашим умом, да, нашей какой-то внутренней жизнью, нежели нашими глазами, нашими базовыми чувствами, и воплощается в том, что вот нас постоянно ведет к прекрасному, да, это та любовь, которая заставляет там людей писать красивые поэмы, это та любовь, которая встречает нас в райских кущах, ну, вспоминая Данте и его замечательную Беатричи, да, то есть это некая любовь, которая существует вне физических материй, которая отражает вот эту вот всю красоту единого, бесконечного, существующего за пределами космоса, да. Есть вторая Венера, которую зовут Афродита Пандемос или Венус Натуралис, еще ее, кстати, называют Венус Вульгарис, Венера Вульгарная, да, мы слышим это слово, но на самом-то деле это не столько то, что мы можем подумывать в современном нашем языковом понимании, и Венус Натуралис, то есть Венера как бы натуральная, Венера земная, это любовь, которая существует здесь, вот в рамках нашего физического мира, это та красота, красота каждой отдельной вещи, которая несет за себя по древнегреческой модели исключительно добро, да, это любовь, которая обладает очень красивыми свойствами, которыми человек стремится с точки зрения физической в том числе, да, и это как бы его желание преобразовать этот вот земной мир, сделать его более прекрасным, добродетельным, красивым, и заодно получить от него некое удовольствие. Ну, удовольствие мы можем тоже понимать как бы как удовольствие физическое, то есть и эти две Венеры, они разделены не просто так, да, это все-таки две по сути разные богини, как бы странно это не звучало, да, мы привыкли, что есть Афродита, да, богиня любви, и все, нам все понятно, как бы есть древнегреческий, впоследствии древнеримский пантеон, где каждому богу отводится своя определенная роль. Это не совсем так. Вот в том же пире указывается, да, что есть одна Венера, вот божественная, Афродита Урания, Венус Селестис, да, как она называется, это любовь, то есть Венера, которая была рождена без участия родителей, то есть в каком-то смысле, в том числе, вот как бы созданная божественным таким непорочным зачатием. Если мы вспоминаем древнегреческую мифологию, то там есть такой вот замечательный эпизод, когда Кронос, Титан, тире воплощение времени, тире бог времени, тире верховное божество до прихода Зевса со своими братьями и сестрами, да, против, после, до войны этой крупной, он по наущению своей матери Геи отрезает своему отцу Сатурну, то есть воплощению неба его гениталии и сбрасывает их в пену морскую, да, он лишает его тем самым права быть верховным как бы существом, лишает его права быть главнокомандующим всех небесных древнегреческих сил, да, и сбрасывая его вот этот вот самый половой орган в море, да, и тем самым восславляя себя как нового верховного предводителя божественных материй, этот вот половой орган, упав в пены морские, да, за счет того, что он был так жестко, серьезно заряжен сперматозоидами, тестостероном и прочими-прочими радостями, да, Сатурн известен как такой хороший производитель потомства, если могу себе это так назвать, да, бедная Гея постоянно мучилась от того, что он оплодотворяет ее с неимоверной скоростью, ей приходится рожать всяких гигантских титанов, всяких прочих чудищ, которые заселяли вот этот хаотичный древнегреческий доолимпийский мир, и вот из этого соединения заряженного сперматозоидами полового органа Сатурна и пены морской рождается наша потрясающая Венера. Тут мы можем вспомнить картину, которая тоже, наверное, всем известна, особенно тем, кто любит ездить в Италию, Флоренцию, посещать галерею Уфице, это рождение Венеры Боттичели, да, где стоит вот эта прекрасная, шикарнейшая девушка, да, якобы взятая Симонетта Веспуччи, скоро у нас будет целый выпуск, посвященный этим двум работам Боттичели, там очень все на самом-то деле сложно, хотя и не кажется на первый взгляд, да, вот она вышла вот таким вот образом без прямого зачатия, без участия, как бы, например, даже матери, которая ее рожает вот нормальным биологическим путем, да, и вот эта Венера, она сама по себе является Венерой Небесной, потому что она в себе вот соединяет вот это вот первоматерии, первопричины, можно сказать, первоэлементы, да, небо и воду, то есть они соединились между собой, и таким образом вышла вот эта вот божественная Венера, которая отражает вот этот божественный замысел, соответственно, она, не будучи связанная с матерью, а слово матер, оно очень тесно переплеталось с названием материи, да, матер, материя, то есть она, получается, никак не привязана к земле, и поэтому она одухотворена и говорит исключительно о вот этих вот запредельных высоких материях. Вторая же Венера, она на самом-то деле дочь Зевса и Юноны, или Дионы, как еще некоторые версии считают, да, и вот Зевс, он как бы рожает вот это вот замечательное существо, Венеру, которое говорит миру о том, что вот, ребята, давайте любите друг друга на земле, то, что мы существуем в рамках вот природы, это все очень здорово, это потрясающе, вам нужно, грубо говоря, даже и заниматься друг с другом любовью, потому что это воплощение, в том числе божественной красоты, и давайте, ребята, все будет очень здорово. И вот у нас есть две вот эти вот самые любви, которые родились совершенно по разными способами, выражают абсолютно разные, абсолютно разные смыслы, которые могут вкладываться в любовь, но это не значит, что они являются, так сказать, противоборствующими силами. Вот мы очень часто, как бы думаем, да, что вот, особенно средневековье религиозное, верило, что есть любовь какая-то божественная, есть любовь, которой нужно всем стремиться, есть любовь, как бы правильная, а есть любовь плохая, греховная, которая ведет нас, подобно Еве, вот туда, в куще глубины ада, и нам ни в коем случае нельзя ей поддаваться. Любовь физическая, это, конечно же, грех. Но на самом деле, все не так просто, и не так однозначно, и даже средневековая культура, которая прекрасно знала древнегреческую мифологию, просто восхитительно ее знала, потому что они читали на тех же самых языках, они использовали даже в составлении своего христианского догмата различные античные, в том числе мифологические сюжеты, они не видели все вот так вот очень однозначно, однобоко и страшно. Этому мы тоже в какой-то момент посвятим, вот любовь к средневековью, мы тоже посвятим ей определенное время. Вот эти два явления любви, они на самом-то деле работают друг на друга, и они скорее вместе существуют, нежели существуют раздельно. Конечно, есть вот различные крайности, которые могут существовать, которые на самом-то деле не то, что не показывают этих богин, с какой-то отрицательной стороны, а скорее уводят подальше от этих богин, и для этого есть совершенно иные явления. То есть люди говорят о том, что все-таки, когда мы перестаем как бы видеть непосредственно любовь, да, и когда наши базовые физиологические потребности застилают наш прекрасный оч и наш взгляд тем, что мы хотим исключительно спариваться, да, то есть это вообще не про любовь, это какая-то непонятная темная страшная жижа, живущая внутри нас, и не имеет она ничего общего с тем, что называется любовь земная или любовь небесная, да, любовь натуральная и любовь возвышенная. И вот Тициан в 1514-1515 году, как свидетельствуют нам некоторые документы, пишет картину, которая будет, так сказать, свадебным подарком для невесты одного венецианского патрица, да, секретаря Совета Десяти Венецианской Республики, то есть там было такое очень сложное устройство политическое, зовут его Николо Аурелио, ну, то есть это почти 100%, да, и он как бы женился, будучи старым достаточно человеком, на молодой вдове, да, и для того, чтобы подтвердить факт заключения брака, для того, чтобы вот подарить девушке некое символическое вместо кольца, можно сказать, некую символическую вещь, да, он дарит ей вот эту вот картину, которую пишет Тициан. Тициан был тоже, как и многие художники эпохи Возрождения, приверженцам неоплатонической философии, с удовольствием ее воплощает в своих работах. И что делает Тициан, да, вот если вы помните картину, то вы помните, что там как бы стоит такой саркофаг с рельефами, ну, такой древнеримский, позднедревнегреческий такой гроб каменный, да, с крышкой, по двум сторонам которого сидит одна женщина одетая, она находится, если смотреть на картину вот прямо, она находится слева, и женщина раздетая, которая находится на картине справа. Позади этих двух женщин есть такой расстилающийся пейзаж, он наполнен определенными символами, которые мы сейчас с вами обсудим, да, и по центру между ними сидит маленький толстенький прекрасненький ребеночек с крылышками, который является Купидоном, да, таким продуктом Венеры, да, ее сыном, брачным-небрачным, это сейчас не суть важно. И вот то, что делает Тициан, это по сути отражает то, как неоплатоническая философия, эпоха Возрождения вообще в принципе относилась к явлению любви, да, любовь вообще в принципе считалась очень высоким возвышенным чувством, оно в том числе связывалось, например, там с благочестием и благодетелью с христианской точки зрения. И вот Тициан, как на путстве супруги венецианского Патриция, создает эту картину, как бы показывая, какой на самом-то деле должна быть идеальная любовь, да. Если мы будем сейчас по очереди разбирать каждый из этих символов, то мы поймем, ну, как вообще должны сосуществовать вот эти вот два типа любви, почему они именно должны быть всегда вместе, почему они друг с другом связаны, они пытаются друг другу противоборствовать, да. Вот когда мы смотрим налево, мы смотрим на женщину одетую, да. Очень часто люди, которые плохо изучали искусство эпохи Возрождения, или пока что еще не довелось им с этим всем познакомиться, они слышат о названии «любовь земная» и «любовь небесная», они почему-то думают, что женщина, которая одетая, то есть женщина такая правильная, да, такая аккуратная, сдержанная, это любовь, конечно же, небесная. А вот «любовь земная» — это вот голая тетка, которая сидит, чуть ли не расставив вот так вот в разные стороны две ноги, и это как бы любовь, которая заставляет нас заниматься сексом друг с другом, да, любовь земная, которая держит нас на земле, да и вообще такая вся неприятная, нехорошая, и что это она перед нами своими грудями тут светит? Какой кошмар, ужас, бесстыдство. На самом деле это не так, все в точности да наоборот. Та женщина, которая сидит на картине одетая, это наоборот, любовь земная, а та женщина, которая сидит раздетая, с правой стороны, это любовь небесная. Мы должны понимать, что нагота, в том числе даже в эпоху Средневековья, ни в коем случае не воспринималась исключительно как что-то греховное. Вообще в эпоху Средневековья аж четыре было подразделения, какая бывает нагота, да, то есть богословие все очень аккуратненько расписало, и нагота греховная, она стоит всегда на самом последнем месте, и даже если она появляется в произведениях искусства, то она как бы там очень редка, да, и все равно используется в качестве назидания, нежели в качестве, там, не знаю, эротического изображения. Так вот, нагота, она считалась как бы проявлением чистоты, первозданности, искренности и отсутствия необходимости себя как-то облачать и подавать, да. Все-таки одежды, которые мы используем, в первую очередь они являются как бы отражением нашего социального статуса, отражением нашего богатства, отражением, не знаю, наших потребностей в самовыражении. То есть по факту одежда это некий способ, который помогает нас приукрасить и приукрасить именно в рамках этого мира, потому что там где-то на небесах, неважно с какой точки зрения, там с христианской, или там с загробного мира, и древнего Египта, или там какого-то загробного мира в Древней Греции, да там на нас никто уже смотреть не будет, да. Мы там будем существовать в абсолютно другой как бы парадигме, мы будем существовать в абсолютно другом мире, где действуют совершенно другие законы, и бог его знает, может у нас там вообще тела не будет, да, как выглядит душа, как она вообще должна представляться, что это вообще такое, да, над этим тоже очень долго размышляли. И поэтому одежда является именно фишечкой, которую мы можем использовать только здесь, на земле. И именно в рамках земли одежда нас приукрашивает, помогает нам как бы расширить свою красоту. А красота, если мы вспоминаем древнегреков, это благо, то есть получается, что одежда это один из способов, как мы можем создать с помощью себя благо в этот мир, то есть преобразить этот мир, заставить этот мир быть чуть более прекрасным, приковывать к себе взгляды, вдохновлять, воодушевлять и прочие-прочие радости. А вот нагота, это не желание себя приукрашать, это вот полная открытость. Вот может вы слышали такое выражение голая истина, голая правда, да. Вот это истина, абсолютное знание, знание, пришедшее из каких-то вот тех вот запредельных материй, она не требует для себя никаких облачений. Поэтому она является абсолютно без какого-либо стеснения, потому что не несет за собой никакого там отрицательного подтекста, да, и ничего стесняться, ничего прятать. Поэтому она является перед нами вот такой вот голой. И когда мы разглядываем эту замечательную голую женщину, мы видим, что у нее в руках такой как бы фонарик, да, такая как бы емкость, в которой горит огонь, да, такая лампада, не знаю, светоч, она держит, да, и который символизирует знание и свет божественного знания, да, в том числе свет, который обнажает, оголяет, показывает вот эту вот истину. В то время как женщина, которая сидит слева, одетая женщина, она держит в руках такую большую емкость, чем-то напоминающую шкатулку, и в этой емкости, скорее всего, это такой как бы, такая шкатулочка с приданным, или шкатулочка, которая находится, как мне кажется, у любой девушки сегодня, любящей украшения дома, да, это шкатулка, в которой лежат ее достояния, ее богатства, да, вот эти вот драгоценные всякие там висюльки, я имею в виду сережечки, кулончики, подвесочки, колечки, браслетики и прочие-прочие радости, да, то есть это такое вот как бы выражение вот этого богатства земной красоты, того, которое помогает ей преобразиться и завлечь к себе взгляды тех, кто живет в рамках этой земной красоты, в том числе, почему она вот облачена в такой интересный наряд, я упоминал, что все-таки картина это свадебная, да, и свадебные картины нужно, ну, не стесняясь, мне кажется, понимать, как сегодняшнюю свадебную фотосессию, да, вот сегодня те, кто женился или выходил замуж, да, как бы не одна свадьба, даже если вы празднуете ее вдвоем, да, идете в ЗАГС и просто расписываетесь, а потом уезжаете в свадебное путешествие без какой-либо шумной тусовки, все равно вы с собой пригласите фотографа, он все равно будет фотографировать, он в 95, мне кажется, процентах случаев, он будет фиксировать вот этот вот факт заключения брака, да, чтобы у вас была вот эта самая память, и, по сути, вот эти картины свадебные, они тоже являются, ну, такой вот свадебной фотосессией своего времени, да, они заключают в себе вот этот вот факт, напоминание о том, что свадьба произошла, и вот эта любовь земная, да, в частности, она, по сути, является воплощением невесты нашего замечательного заказчика Никола Аурелио, да, это образ, который, ну, должна невеста, по сути, в этой жизни воплотить, да, она должна быть изящно одета, она должна иметь большое количество украшений, да, она должна всегда быть прекрасной для своего супруга, она должна соблюдать все правила, да, и в том числе она должна заниматься с ним сексом, зачем еще ей быть, ну, как бы для него, для него красивой, да, и поэтому на картине, если мы внимательно приглядимся, то особенно, ну, со стороны нашей замечательно одетой красавицы, вот на том пейзаже, который за ней расстилается, таком достаточно хмуром, да, где сзади виднеется такая серьезная крепость загородная, да, такое поместье, можно сказать, вот этих наших замечательных супругов, там мы очень часто можем видеть кроликов, и все мы знаем с вами выражение, как кролики, да, понятное дело, что кролики на протяжении всего существования в рамках изобразительного искусства, они всегда были вот этим вот выражением именно физической земной любви, то есть они нам намекают на то, что вот эта вот земная любовь, она обязательно должна быть связана с репродуктивной функцией человека, да, то есть должен быть секс, должны быть дети, должно быть исполнение супружеского долга, и вообще это все на самом-то деле правильно, потому что это то воплощение любви, которое доступно нам вот в рамках нашей земной реальности, да, мы должны проходить, только мы должны как бы проходить это все по правильному пути, да, поэтому и существует институт брака, такой достаточно возвышенный, который происходит в рамках церкви, который освящается, мы должны любить друг друга, мы должны воплощать любовь и становиться красивыми, да, потому что за красотой всегда благо в рамках нашей земли, потому что это воплощение одной стороны вот этого высокого чувства, которое ведет нас к Богу, да, конечно, вот этот вот хмурый пейзаж, вот этот вот большой такой страшный, чем-то даже напоминающий романскую постройку замок, да, это, конечно, выражение того, что как бы за тем богатством любви, да, за тем богатством правильного супружества стоит много трудностей, ну и сегодня мы в рамках психологии, да, в рамках брака, конечно, знаем все эти трудности, там всякие кризисы трех-семи лет, различные ссоры, способы подойти к своему партнеру, научиться искать компромисс, да, это все, в принципе, подозревается Тициана в рамках этой работы, и это все не только, ну, картина посвящена не только вот любви, земной любви, которая должна существовать в браке, да, с ее определенными символами, это все должно как бы быть связано с тем, куда любовь, в принципе, нас ведет, да, она должна вести нас к высоким материям, и брак – это одна из ступеней, которые ведут нас вот к этому благу, да, космическому, поэтому здесь присутствует и вторая любовь, любовь небесная, любовь одноженная, любовь истинная, любовь духовная, платоническая, можно бесконечно придумывать различные наименования этой вещи, и она, кстати, между прочим, когда мы приглядываемся, она прям настолько похожа на любовь земную, кажется, что они сестры, да, кажется, что это Венера-близнецы такие вот, скорее, правильно так было бы называть эту замечательную картину, и этот брак, он должен быть как бы освещен тем, что любовь также, ну, как бы должна подталкивать нас к изучению философии, к изучению богословия, к различным приятным размышлениям, да, которыми мы должны в том числе заниматься со своим замечательным супругом, да, она должна быть освещена, и поэтому на фоне вот нашей замечательной обнаженной голой любви, да, находится интересный такой пейзаж, где на первом плане расстилается такая сценка, как люди сидят в таком поле, можно сказать, в саду, да, и они там беседуют, они там лежат все на земле, это такая Аркадия, да, такое идеальное, идеальное легическое место, где все получают абсолютное наслаждение в духовном и физическом плане, да, на самом заднем плане, там расстилается церковь, в которую обязательно наши супруги должны ходить, потому что любовь, брак, это все очень здорово, секс это очень правильно, но все должно как бы быть устремлено туда наверх, да, не должно это быть просто как бы животной страстью, не должно это быть, не должно этому быть просто каким-то примитивным, непонятным, преследующим исключительно бытовые цели, да, все должно быть как бы в гармонии, все должно быть здесь и сейчас, существовать по земным законам, но должно все это быть именно устремлено, и для этого и присутствует вот эта вот любовь небесная, которая благословляет как бы любовь земную, да, и соединяется вместе с ней для того, чтобы на земле воплотился вот этот прекрасный, идеальный брак. И как мы понимаем, что все это должно быть соединено, да, мы смотрим на ту фигурку маленькую, которая находится в центре, да, между этими двумя Венерами, и мы видим там маленького, жирненького, сладенького купидунчика, да, который сидит и копается в этом саркофаге, а он там не просто копается, да, не нужно думать, что в этом саркофаге реально находятся кости, что это знак того, что смерть вас ждет, ребята, помни о смерти, да, никто не сможет избежать этого страшного момента, нет, мы видим, что в этом саркофаге, вместо того, чтобы там лежали кости какого-то трупа, да, того же самого старого жениха, там налита жидкость, что самое интересное то есть там присутствует жидкость какая-то и это очень очень здорово да и эту жидкость купидончик с большим таким удовольствием ее как бы вот так вот миксует то есть он в виде вот этой вот самой жидкости он как бы соединяет то что в себе воплощает любовь земная и любовь небесная когда мы вообще смотрим на те рельефы которые изображены на этом замечательном саркофаге то там тоже как бы момент того как Марс ловит Венеру занимающуюся любовью с Адонисом да и он ловит этого Адониса начинает его хлыстать и там рядом такие красноватые цветы которые являются как бы символом в том числе крестной жертвы да это в том числе выводится все на уровень крестьянства я поэтому сейчас особо этому внимания не уделяю важно именно то что вот этот вот купидончик который сидит между женщин но ближе все таки к любви земной он вот так вот как бы ковыряет смешивает эту воду как бы пытаясь соединить в себе через себя да вот эти вот две стороны замечательного любовного чувства замечательного прекрасного высокого чувства для того чтобы в рамках вот этого замечательного брака все сложилось просто идеально чтобы было вот это самое напоминание о том кем ты должна быть для своего супруга кто должен быть для тебя супруг поэтому там на заднем плане еще присутствует такой момент как скачет рыцарь на белом коне да в сторону вот этого крупного замка крупного вот этого поместья в лесу спрятанного то есть это воплощение того что должно в себе нести вот эти вот две замечательные потрясающие любви это очень на самом-то деле распространенный образ и это идея голой и одетой любви она будет возникать и после тициана и она будет возникать до тициана да в хризи в такую глубоко христианскую исключительно христианскую как бы эпоху там высокой интернациональной готики да очень много появляется изображений где ведется диалог между там допустим природой там природа и разум или там природа и милосердием да где природа выступает вот в качестве такого ну одетого персонажа а разум наоборот выступает в образе такого голого чистого существа и как правило две женщины да особенно природа и милосердие которые между собой беседуют и решают что из них двоих лучше но в конечном счете приходит к выводу о том что на самом-то деле им лучше всего было бы соединиться то есть это такая очень распространенная иконографическая модель и любовь поэтому да вот эти две стороны одной медали они как бы должны как считали люди философы эпохи возрождения должны воплотиться в каждом отдельном случае в каждом отдельном человеке потому что не дать нюдь не пытаются друг другу противоборствовать они наоборот пытаются противоборствовать вот этой вот любви грязной любви неправильной любви греховной которая зиждется исключительно на вот этим вот физическом влечении они наоборот пытаются пытаются воплотиться не пытаются соединиться потому что это один из самых главных а может быть единственный способ в том числе как говорил марсилия фичина к тому чтобы прийти к богу прийти к высоте прийти к чему-то райскому восхитительному и замечательную. Сложно, можно сказать, да, но на самом-то деле в эпоху Возрождения ничего простого не бывает, да, и вот эти вот картинки, которые сегодня мы с вами называем, да, какими-то носящими странные таинственные смыслы, да, эти художники знали как будто бы намного больше нашего, они являются такими скрытыми, странными и непонятными для нас сегодня просто потому, что мы не живем теми парадигмами, мы не живем той культурой, мы не живем теми источниками информации, мы не живем теми знаниями, которые разрабатываются, да, а на самом-то деле искусство, которое производилось исключительно для хороших, таких вот талантливых, умных людей, оно тогда делалось абсолютно понятным, а все вот эти символы, которые для нас сегодня кажутся тайными, они для всех были, ну, вот как бы налицо, да, это был тот удобный язык, как для нас сегодня различные мемы в том же самом ТикТоке, не помню, упоминал ли я это, да, то есть сегодня мы когда смотрим тот же ТикТок или Рилс в Инстаграм, да, и там какой-нибудь мужчина разыгрывает женщину, мы же понимаем, что ему не нужно полностью перевоплощаться в женщину, для того, чтобы мы поняли, что перед нами сейчас находятся женщины, достаточно просто надеть на голову полотенчика, и точно так же здесь, да, то есть как бы мы знаем вот эти вот символы, как вот это полотенчика на мужчине в ролике ТикТок, то есть они были всем довольно-таки доступны, довольно-таки понятны, и особенно людям, которые занимались высокой интеллектуальной культурой. Ну, в общем, я бы хотел на самом-то деле успеть разобрать еще два произведения тициановского искусства, и не только тициановского, но, видимо, мы отложим это до следующего раза, да, и напоминаю, что в скором времени у нас будет целый выпуск, посвященный двойственности любви и вообще подробностям работ Сандро Боттичелли, да, в частности, два его шедевра «Рождение Венеры» и «Весна», но до этого нам еще с вами нужно добраться, а пока что я, пожалуй, попрощаюсь с моими любимыми слушателями, пожелаю вам чудесного, прекрасного настроения, любви, красоты, воплощения всех идеальных материй, которые оставляют нам мыслители эпохи, не только античности, не только средневековенной эпохи Возрождения, а мы услышимся вновь в следующий четверг, с вами был Артур Чех, блогер-просветитель и просто классный парень, до свидания!